В 10 раз больше обращений по теме обороны принял в 2022-м Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в крае. Кого-то мобилизовали, хотя в семье четверо детей, другим не выплачивают пособия, хотя это семья мобилизованного. Общими усилиями удалось вернуть из плена четырех бойцов. Тема спецоперации была одной из главных и сложных для уполномоченного. Чтобы работать в этом направлении было проще, Ларин предлагает создать общий реестр. Мы чувствуем необходимость создания какого-то краевого реестра или каких-то общих списков участников специальной военной операции. Ведь даже участники специальной военной операции, это не только военнослужащие Министерства обороны, это военнослужащие Росгвардии, представители правоохранительных органов, о чем говорил Андрей Анатольевич. Это частные военные компании, это добровольческие формирования, это в конце концов те люди, которые призваны из других регионов, но которые возвращаются к нам потом за социальной помощью, социальной поддержкой. Это гражданские специалисты, которые сегодня там работают. Всего за 2022 Борис Ларин принял 1864 обращения. В тройке заявители, пенсионеры, работающие население, заключенные. Почти следом за ними инвалиды. Часто они живут в ничем не оборудованных старых домах, хотя за их жизнью должны следить муниципальные комиссии. В прошлом году добивались, например, от администрации Барнаула, чтобы эта работа проводилась не только по заявлениям, по жалобам инвалидов, но и в превентивном порядке. К сожалению, она не организована. Здоровье – одна из ключевых тем. Хорошая новость, обращений в этой сфере стало меньше, пандемия уходит. Плохая новость, хронические проблемы никуда не рассосались. Действительно, они решаются сегодня пока, будем так говорить, честно, плохо. Мы долгое время ремонтируем туберкулезный диспансер в Бийске. Надо, наверное, принимать более решительные действия по аналогичному диспансеру в городе Рубцовске. А в Новоалтайске застыло строительство краевого туб-диспансера. Начальник краевого МВД Андрей Подолян в своем отчете тоже шел по проблемам. Остается в зоне критики состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Поставленная нам федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» задача по снижению смертности на дорогах по итогам года не выполнена. В ДТП погибли 265 граждан. А вот еще цифры. В прошлом году почти на полторы тысячи водителей завели повторные дела о вождении в нетрезвом виде. Отвечать за безопасность не просто, заверяет Подолян. Например, помощников полиции, дружинников по пальцам пересчитать. В Яровом их 17, в Рубцовске целых 6. А штатных сотрудников не хватает. О дефиците кадров в полиции говорят не так часто. К примеру, у нас в регионе участковому не предоставляют жилье или помещение для приема граждан. Среди системных проблем и материально-техническая обеспеченность. После выступления депутаты уточнили некоторые моменты. К примеру, сколько преступлений за год совершили сами правоохранители. Ответ на треть меньше, чем в 2021. Послушав про проблемы и успехи, депутаты единогласно приняли отчеты. Кстати, для Бориса Ларина он был последним в должности уполномоченного по правам человека в крае. Продолжение следует...